Этого региона так же разнообразны, как и его территория. В этом огромном слабящемся многообразием края обитает множество удивительных животных. Крупные хищники рыщут в снежных горах Сибири в поисках добычи. Патрулируют тропические воды Тихого океана. Охотятся возле сельских фермерских районов. И оккупируют оживленные городские улицы. Это мастера, обладающие силой, ядом и хитростью. Это самые опасные животные Азии. Самые опасные животные Азии. Этот регион занимает почти треть всей суши Земли. От Уральских гор до Тихого океана. В нем живут три пятых всего населения планеты. Азия. Здесь люди борются за территорию с одними из самых впечатляющих животных мира. В частности, два вида животных хозяйничают на своей территории и за ее пределами. Они охотятся на противоположных концах континента. Первый отличается любопытством. Он смело подходит ко всему, что плещется в воде. Другой – неуловимый, укрытый ото всех покровом леса. Но территория обитания сильных плотоядных животных Азии не ограничивается снежными горами севера. Они патрулируют и местные воды тоже. В нескольких километрах от побережья Азии опрокинулась маленькая рыбацкая лодка. Плеск воды может привлечь незваных гостей. Пелоперая акула требует очередную жертву. В водах Мирового океана обитает более 350 известных видов акул. Большинство из них безопасны для нас. Однако известны случаи, когда акулы, в том числе и белоперые акулы, нападали на людей. Известно, что они смело подплывают к людям. И, возможно, это один из самых опасных видов акул на Земле. Длина этих акул может достигать трех метров. Своё имя акула получила благодаря своим большим закруглённым плавникам с белыми краями. Этот хищник-одиночка находит свою жертву при помощи острого слуха, зрения и обоняния. Но акулы обладают шестым чувством. На морде у них имеются крошечные чёрные щели, которые называются ампулы лоренцини. Эти крошечные капсулы наполнены гелеобразным веществом, которое улавливает в воде электрические заряды, подобные зарядам плещущейся рыбы или людей. В основном белопёрые акулы охотятся на костистую рыбу, например, на тунца. Своими заострёнными нижними зубами акула удерживает добычу, а верхними острыми, как бритва, отрезает от неё огромные куски мяса. Ежегодно происходит до 70 подтверждённых случаев нападения акул на людей. Но люди нападают на акул гораздо чаще. В среднем мы убиваем 36 миллионов акул в год. Но нанося укус своими огромными челюстями, белопёрая акула подтверждает свою репутацию одного из самых опасных обитателей океана. Это два самых страшных и смертельно опасных хищника Азии. Но и более мелкие существа тоже могут нанести смертельно опасный хищнический удар. Население Азии продолжает расти. Люди заселяют сельские районы, в которых когда-то обитали лишь местные виды животных. Но здесь самые крупные животные не всегда самые опасные. Некоторые весят чуть меньше килограмма. Это змей. От их укусов в Азии ежегодно страдают до 4 миллионов человек. И по официальным данным, от их укусов погибает 100 тысяч мужчин, женщин и детей. Она удерживает тепло, греясь на солнышке, зачастую в местах, где живут люди. Это хабу. Хабу, обладающая молниеносной скоростью, обитает только на крошечных юго-западных островах Японии. Она часто приползает в поселение людей в поисках грызунов своей основной добычи. Это одна из самых агрессивных змей Азии. В год от ее укусов страдает почти 600 человек. В течение дня она заползает в опавшие листья или низкие кустарники и ждет, пока жертва не окажется в пределах досягаемости. Это одна из самых длинных гадюк Азии. Иногда ее длина превышает 2 метра. И она может нанести укус с расстояния метра, половины длины своего тела в мгновение ока. Но эта змея опасна не только из-за ее скорости. Между глазами и ноздрями у змеи расположены особые органы – ямки, сенсорные рецепторы, улавливающие инфракрасное излучение или тепло, испускаемое теплокровными животными. Они в сто раз более восприимчивы к теплу, чем коже человека. Охотясь на добычу, хабу может нацеливаться на жертву температуры тела, который выше температуры окружающей среды. Даже в темноте эта змея может наносить смертельно опасные укусы. Длина ядовитых зубов гадюки достигает 27 миллиметров. Гемотоксичный яд вытекает из желез гадюки через полые ядовитые зубы, вызывая внутреннее кровотечение. Яд может продолжать разрушать клетки крови спустя немалое время с момента укуса. Жертвы могут мучиться долгие годы. Иногда ампутация становится единственным способом остановить действие токсинов. Из-за своего сильного яда и соседства с людьми, хабу – одна из самых опасных змей в Азии. Однако и более мелкая змея может быть удивительно опасной. Это тигровый уш. Как правило, длина этой змеи не превышает 60 сантиметров. Но небольшой размер она компенсирует токсичностью своего яда. Все ядовитые змеи впрыскивают яд через свои ядовитые зубы. Но эта змея может также выделять яд через особые железы. Ее часто можно встретить в Восточной Азии, где она охотится на лягушек и жаб на рисовых полях. Найти жертву просто. А вот убить ее – задача посложнее. Тигровые уши обладают маленькими загнутыми назад ядовитыми зубами, длина которых меньше 7 миллиметров. Но в отличие от своих родственников с более крупными ядовитыми зубами, этим змеям непросто вонзать эти короткие кинжалы в тело жертвы. Прикрепившись к жертве, змея впрыскивает свой яд ей в тело через ядовитые зубы. Гемотоксичный яд медленно проникает в кровоток, вызывая неконтролевое течение и затем смерть. Порой жабы не просто служат пищей. Некоторые тигровые уши извлекают токсины из тела ядовитых жаб. Змея хранит эти заимствованные токсины в особых железах на шее, которые называются затылочными железами. В случае нападения тигровые уши подставляют под удар затылочные железа. Вследствие давления на железы токсины высвобождаются в рот нападающему. Так атака останавливается, и у змеи появляется время, чтобы спастись. Тигровые уши редко впрыскивают достаточное количество яда, чтобы убить человека. Но в Азии обитает другая смертельно опасная змея. Благодаря действию своего яда она стала настоящей легендой. Это китайский щитомордник. Если верить легенде, у этой змеи такой смертоносный яд, что человек, которого она укусила, умирает, не пройдя и ста шагов. Она обитает в Южном Китае и Северном Вьетнаме. Китайского щитомордника можно часто встретить у лесных ручьев. Эта змея умело обнаруживает добычу. Термочувствительные ямки определяют местоположение жертвы с температурой тела выше температуры окружающей среды. Свернувшись в кольцо, змея, не шевеляясь, ждет, когда жертва к ней подойдет. А потом нападает. Имеющие более двух сантиметров в длину, полые ядовитые зубы выдвигаются, как выбрасываемое лезвие ножа, и впрыскивают яд, как игла шприца. Гемотоксичный яд змеи начинает действовать мгновенно. Обширное внутреннее кровотечение убивает грызуна за несколько минут. Вполне возможно, что эта змея причастна к гибели сотен людей. И потому легенда о китайском щитоморднике все еще жива. Но, возможно, самая страшная змея – та, на которую люди сами приходят посмотреть. В древнем искусстве заклинания змеи актеры исполняют танец, который кажется опасным. Многим змеям удаляют ядовитые зубы, поэтому они не могут причинить почти никакого вреда. Но встреча лицом к лицу с этой смертельно опасной змеей в дикой природе может иметь серьезные последствия. Это моноклевая кобра. Она обитает во многих районах большей части Центральной и Юго-Восточной Азии, в том числе в лесах и на открытых пастбищах. Но ее также привлекают районы, заселенные людьми, где она охотится на грызунов. То есть она встречается в опасной близости от нас. Когда эта змея атакует, она впрыскивает сильнейший нейротоксичный яд, нескольких капель которого достаточно, чтобы убить жертву. Он парализует нервную систему, отключая мышцы, обеспечивающие работу легких, убивая жертву за несколько минут. А потом змея поглощает свою добычу. Почувствовав угрозу, змея предупреждает врага. Она делает это, разводя в стороны шейные ребра, вытягивая свободно свисающую кожу и демонстрируя свой знаменитый капюшон. Одно кольцо или монокль, похожее на глаз, который отпугивает врагов сзади. А увеличивающийся размер тела предотвращает фронтальные атаки, благодаря чему эта кобра одинаково эффективно действует и в обороне, и в нападении. А другие животные в Азии добывают себе пищу, используя иные стратегии. Они охотятся во многих районах континента и даже среди людей, его населяющих. И их совсем не волнуют границы, установленные людьми. Встречи с этими животными могут быть смертельно опасными. Это одно из самых крупных плотоядных животных на Земле. Его длина может достигать более двух метров, а вес доходит до 540 килограммов. Этот зверь относится к тому же семейству, что и североамериканский медведь-гризли, и бурый медведь, обитающий на Аляске. Но в Азии он известен просто как бурый медведь. Он встречается во многих районах Центральной и Северной Азии, в самых разных местах обитания. В том числе в лесах и на открытых полях. Ему удается выживать в таких разных ареалах обитания, потому что он по-настоящему всеяден. Он ест практически все, что угодно. Своими 10-сантиметровыми когтями медведь роет землю, добывая корни насекомых и фрукты. Но кроме этого, бурые медведи копаются в отбросах в поисках мяса, поглощая падаль и роясь в мусорных кучах рядом с поселениями. Но его рацион не ограничивается только собирательством. Бурые медведи хорошо умеют ловить рыбу. И охотятся на суши. Медведь встает на задние лапы и проверяет воздух, чтобы определить, нет ли поблизости добычи. При помощи своего исключительного обоняния медведь улавливает запахи на расстояние более полутора километров. Горб между лопатками – сплошные мышцы. Он придает его передним лапам дополнительную силу, и медведь может бегать со скоростью до 50 километров в час, так же быстро, как породистая скаковая лошадь. Точно так же, как и его родственник, гризли, бурый медведь может одним ударом убивать крупную добычу. Медведи тратят много времени на еду. Они набирают запасы жира, достаточные, чтобы выдержать 7 месяцев зимней спячки. В тяжелых поисках пищи они превращаются в ярых соперников и становятся опасными для людей. Но одно животное может напасть без предупреждения. Это макака. У нее смешная внешность. Но у этой хитрой проказницы есть темная сторона. Это одна из самых агрессивных обезьян Азии. Последствия их борьбы за территорию могут быть чудовищными. И в войне за территорию они дерутся не только друг с другом. Кроме этого, они проникают на нашу территорию и вступают в противоборство с нами. Их естественные ареалы обитания включают малонаселенные тропические леса и мангровые болота, которые встречаются во многих районах Азии. Огромное количество макак обитает в Северной Индии. Здесь более 55% макак обитают в густонаселенных районах. От их укусов ежедневно страдает почти 100 человек. В результате встречи с ними можно получить шрам, заразиться какой-нибудь болезнью и даже умереть. Их рост не превышает 60 сантиметров, а вес меньше 8 килограммов. Но атакуя группой, они представляют грозную силу. Они проникают в жилые дома в поисках пищи. Иногда их рейды становятся смертельно опасными. Хотя обычно обезьяны пьют еду и уничтожают имущество. Несмотря на такое навязчивое поведение макак, некоторые почитают их как живое воплощение индийского бога обезьян Ханумара. Паломники приносят съедобные подношения, фрукты и орехи в храмы, поощряя тем самым присутствие обезьян. Обезьяны наблюдают за территорией, поджидая, когда им снова принесут еду. От такого ежедневного контакта обезьяны становятся смелее и агрессивнее по отношению к людям. Острые зубы длиной до 12 миллиметров протыкают кожу, вызывая болезни. В том числе бешенство и сальмонеллез. Количество макак, обитающих в городских районах, продолжает расти. Но атаки с воздуха не ограничиваются только нападениями банд непослушных обезьян. Это самое мелкое, смертельно опасное животное Азии. И вместе с тем гигант в мире насекомых. Самая крупная оса на планете. Азиатский гигантский шершень. По размеру его можно сравнить с колодой карт. Это самый ядовитый шершень в мире. Азиатский гигантский шершень может убить одним укусом. Жало длиной более чем полсантиметра впрыскивает сложную смесь из ферментов, которая разрушает ткань. Такой способностью обладают и другие осы. Особенностью азиатского гигантского шершня является нейротоксин, который отключает нервную систему. Аллергическая реакция может вызвать анафилактический шок и смерть. Колония азиатских гигантских шершней живет всего 6 месяцев в году. Но за это время они успевают убить примерно 40 человек. Они обитают во многих районах Азии от Индии до Японии. Весной королева пробуждается от спячки и строит гнездо на сухом дереве или в яме в земле. Здесь она откладывает яйца, которые превратятся в рабочих или солдат улья. За несколько недель популяция улья увеличивается до нескольких тысяч особей. Все сестры служат своей королеве. Чтобы прокормить большой выводок королевы, эта рабочая особь вылетает на поиски добычи. Как и большинство ос, это плотоядные существа. Они пожирают других насекомых, например, таких хищных богомолов. Мощные нижние челюсти или клещи обезглавливают жертву. Но шершень убивает не для того, чтобы утолить собственный голод. Шершень пережевывает свою жертву в клейкую белковую массу, а потом приносит еду назад в улей, чтобы накормить сотни ненасытных детенышей. Летом гигантские азиатские шершни постоянно ищут еду. Этот разведчик обнаружил большой пчелиный улей. Он помечает его феромонами, которые выделяются из желез, расположенных на задней части его тела. Это сигнал к атаке. Феромоны привлекают других азиатских гигантских шершней к улью, где они начинают свою атаку. Но их успех не зависит от их количества. Всего один из этих шершней может за час убить более 300 пчел. Повинуясь инстинкту, пчелы охраняют свой улей, но они не могут сравниться с гигантами, которые в пять раз больше их. за несколько часов небольшая группа гигантских ос уничтожает почти 30 тысяч пчел, истребляя всю колонию. Осы возвращаются в свой улье с трофеями, драгоценными белками для своих детенышей. В Азии огромное количество самых опасных существ процветает рядом с поселениями людей. Но два вида животных борются за жизнь прямо по соседству с человеком. Это животное прячется в пресноводных озерах, реках и ручьях Азии и ищет свою следующую жертву. Это магер, или болотный крокодил. Он обитает в Юго-Западной Азии, но самые большие популяции этих животных встречаются в Индии. На языке хинди слово «магер» означает «водный монстр». От него и произошло название «магер». Свою смертельно опасную репутацию и грозное имя он зарабатывал миллионы лет. Но этот водный монстр нередко проводит время на суше. Эта холоднокровная рептилия часто греется на солнышке с широко раскрытой пастью и кажется, что он зевает. Кровь под чешуей нагревается и циркулирует по организму, помогая болотному крокодилу удерживать постоянную температуру тела. Солнечное тепло также отпугивает надоедливых паразитов, таких, как эти пиявки. Самую большую опасность этот гигантский хищник представляет в воде. Во время охоты болотный крокодил ждет у берега, не шевелясь. Иногда ожидание длится несколько часов. Лишь его глаза, уши и ноздри остаются над водой. Многим удается избежать смерти, перепрыгнув через территорию болотных крокодилов. Но другие, как эти, например, сумчатые барсуки, не столь удачливы. Когда болотный крокодил начинает атаку, он вцепляется в свою жертву похожими на тиски челюстями, усаженными почти семьюдесяти острыми зубами. Затем он тащит свою жертву к воде и удерживает ее там, пока она не утонет. Особый клапан у него на горле, небная занавеска, не дает воде попасть в легкие, пока крокодил убивает свою жертву. Но чтобы съесть свою жертву, болотный крокодил должен высунуть голову из воды. Длина крокодила может превышать 4,5 метра, а вес достигает 500 килограммов. Это очень большое животное, и его жертвами могут стать крупные звери, например, буйволы. Но в основном в его рацион входит рыба, рептилии и мелкие млекопитающие. Болотные крокодилы угроза не только для зверей, на которых они охотятся. В начале брачного периода самцы начинают ревностно охранять свою территорию. Они собираются и дерутся за доминирование на территории. Челюсти и удары хвостом это непосредственная опасность. Этот крупный самец отвечает, поднимая голову и хвост из воды. Так он сигнализирует о своей готовности драться. Пуская пузыри и брызгая водой, крокодила демонстрирует свое господство. Последующая битва может быть кровавой, иногда даже смертельной. Но на этот раз проигравшему удалось спастись. Болотные крокодилы также сражаются за территорию с людьми. Строительством люди часто уничтожают ареал обитания крокодилов. Изменения русел рек и осушения водопоев ради полива посевных площадей вынуждают крокодилов искать новые источники воды. В сезон засухи они могут бродить в поисках несколько часов, иногда даже дней. Если единственный доступный источник воды находится возле поселения людей, битва между болотными крокодилами и людьми может быть смертельно опасной. Но болотный крокодил не единственное доисторическое существо, борющееся за территорию. Тем же занят самый большой носорог, Азии индийский носорог. Это огромное существо весит более 1800 килограммов. Столько же весит полноприводный автомобиль. Но несмотря на свой вес, равный двум тоннам, он может бегать со скоростью до 45 километров в час. Это самый крупный однорогий носорог на планете, поэтому его часто называют большим однорогим носорогом. Его рог состоит из волосообразных волокон, которые называются кератин. Они во многом похожи на вещество, из которого состоят наши ногти. Некоторые считают, что рог носорога обладает целебными качествами. Поверие в том числе, из-за которого индийские носороги оказались на грани вымирания. Когда-то тысячи носорогов бродили по огромной территории на юге Азии. К началу 20 века в дикой природе осталось меньше 200 особей. Сегодня они в основном обитают на территории двух охраняемых заповедников в Непале и Индии. Это травоядное животное, которое питается слоновой травой, листьями и фруктами. Его верхняя губа закручивается вокруг растений и стеблей, срывая пищу и помещая ее в пасть. В день носорог съедает более 22 килограммов еды. Но в сезон засухи, когда запасов еды не хватает, носороги уходят из охраняемых парков и пожирают фермерские посевы. Уходя с охраняемой территории, носороги подвергают себя риску встретиться с браконьерами. Эти смотрители пытаются отогнать носорогов назад в парк, но они должны быть осторожными. Поведение носорогов может быть непредсказуемым и агрессивным. Борьба за право спариваться может быть еще более опасной для самих соперников. Они дерутся острыми, как бритва, нижними клыками, длина которых достигает 8 сантиметров. Их битва может быть кровавой. Несмотря на опасные стычки носорогов друг с другом, а также столкновения с браконьерами, популяция индийских носорогов за последнее столетие увеличилась с 200 до 2000 особей. Под бдительным контролем вооруженных охранников парка это древнее животное продолжает существовать. Но из всех смертельно опасных животных Азии самым опасным является другой зверь. Когда я впервые увидел этого медведя, я понял, что с ним могут быть проблемы. У него был зверский, уверенный в себе вид. Я увидел морду медведя, атакующего медведя, который хотел убивать. Это белый медведь. Это самое крупное плотоядное животное, живущее на планете. Его вес может достигать 800 килограммов. Столько весят 10 человек. Он обитает севернее, чем любые другие медведи на Земле и правит на территории Северного полярного круга. В том числе в северной части Сибири в Азии. Здесь температура воздуха может опускаться до минус 46 градусов по Цельсию и держаться на этой отметке несколько дней или даже недель. Но белый медведь отлично приспособлен к жизни в этом суровом климате. Слой жира толщиной почти в 13 сантиметров помогает ему удерживать тепло, а два слоя шерсти помогают сохранять температуру тела. Пушистый подшерсток защищает медведя, а грубые наружные волоски отталкивают воду. Ученый и исследователь доктор Никита Овсянников привык к арктическому климату и встречам с самым крупным хищником Арктики. Доктор Овсянников живет и работает среди белых медведей более 17 лет. Месяцами, часто в полном одиночестве, он живет на отдаленной территории белых медведей в Сибири. Здесь Овсянников выслеживает и изучает медведей вблизи, порой на расстоянии всего в 2 метра. Работая без защиты, без клеток или транспортных средств, доктор Овсянников вооружен лишь своими знаниями об этих гигантских хищниках длинной палкой и видеокамерой. Он снял несколько сот часов такого материала. Благодаря своему опыту работы с белыми медведями, доктор Овсянников хорошо изучил их способности. Он встречался с этим гигантским хищником более 1500 раз, и несколько раз он был на волосок от смерти. Первый раз это произошло, когда я снимал медведя со своего обычного наблюдательного пункта. Он увидел, что я приближаюсь и пошел на меня. И когда я сделал первый шаг от него, он понял, что если я от него убегаю, значит, я его боюсь. и он может попытаться напасть. В следующую секунду он побежал на меня. У меня не было времени подумать и решить, что мне делать, не оставалось только убегать от него. Но доктор Овсянников знает, что побег худшее, что можно придумать при встрече с белым медведем. Это часто провоцирует нападение. Кроме того, у ученого не было ни единого шанса обогнать медведя. Скорость белых медведей может достигать 40 км в час, то есть они бегают быстрее, чем спринтер олимпийц. Большие круглые лапы, похожие на снегоступы, равномерно распределяют вес медведя, позволяя ему двигаться по такой трудной местности, как ненадежный дрейфующий лед. Доктор Овсянников добежал до своей безопасной хижины на несколько секунд раньше, чем медведь. Но зверь не сдавался, он попытался пролезть в окно. Если бы он залез в хижину, он мог бы одним ударом своей 30-сантиметровой лапой убить Овсянникова в мгновении ока. В попытке спасти свою жизнь, ученый прыснул в него перцовым газом. И он отреагировал так, как будто он ударил шаровую молнию. Он отпрыгнул и начал трясти головой. Он побежал к воде и плавал больше часа, отмывая свою морду от перцового газа. Вода это убежище для медведя. Его научное название Урсус Моритимус, что значит морской медведь. Будучи морским млекопитающим, белый медведь проводит всю свою жизнь, плавая в Северном Ледовитом океане, охотясь на дрейфующем льду вокруг океана. Передние перепончатые лапы работают как весла, толкая медведя в воде. Он может плавать со скоростью до 10 километров в час и преодолевать расстояние свыше 96 километров без передышки. Но часто возвращается на сушу, чтобы поохотиться. Он вылез из воды, но я не знал, что ему пришло в голову, пока он плавал. Я подумал, что он, возможно, решил мне отомстить. Он подошел на расстоянии 70 метров к хижине и улегся в гальку мордой ко мне. Он начал за мной наблюдать. Точно также они лежат у тюлених нор во время охоты на тюлени. По мнению доктора Овсянникова, белый медведь демонстрирует классическое охотничье поведение. Охотясь на тюлени, основное блюдо в своем рационе, белый медведь наблюдает за отдушиной во льду. Тюленям приходится выплывать на поверхность каждые 15 минут, но они часто меняют отдушины. Поэтому медведю иногда приходится ждать несколько дней, пока его жертва выплывет, чтобы вдохнуть воздух. Когда тюлени возвращаются на сушу, они часто прячутся в воздушных ямах между слоями снега. Но белый медведь может учуять запах своей жертвы на расстоянии более полукилометра, в слое снега глубиной почти метр. По запаху медведь идет прямо к укрытию тюленя. Затем медведь тяжело ныряет вниз, пробивает снег и лед и застает свою затаившуюся добычу врасплох. Но медведь не смог пробить стену хижины доктора Овсянникова, а ученый так и не появился. Спустя несколько часов это гигантское плотоядное животное наконец ушло. На следующий день Овсянников был более осторожным, но это страшное происшествие его не остановило, он вернулся к увлечению всей своей жизни. на следующий день я буквально заставил себя вернуться к Отмеле, потому что он был на Отмеле. Но в этот раз, когда медведь и доктор Овсянников встретились, медведь отступил. Они составляют элитную группу, олицетворяющую все великолепие и силу природы. Они процветают благодаря целому набору навыков выживания и защитных реакций. Это самые опасные животные Азии. Похожие на снегоступы равномерно распределяют вес медведя, позволяя ему двигаться по такой трудной местности, как ненадежный дрейфующий лед. Доктор Овсянников добежал до своей безопасной хижины на несколько секунд раньше, чем медведь. Но зверь не сдавался. Он попытался пролезть в окно. Если бы он залез в хижину, он мог бы одним ударом своей 30-сантиметровой лапой убить Овсянникова в мгновении ока. В попытке спасти свою жизнь, ученый прыснул в него перцовым газом. И он отреагировал так, как будто он ударил шаровую молнию. Он отпрыгнул и начал трясти головой. Он побежал к воде и плавал больше часа, отмывая свою морду от перцового газа. Вода — это убежище для медведя. Его научное название «Урсус моритимус», что значит «морской медведь». Будучи морским млекопитающим, белый медведь проводит всю свою жизнь, плавая в Северном Ледовитом океане, охотясь на дрейфующем льду вокруг океана. Передние перепончатые лапы работают как весла, толкая медведя в воде. Он может плавать со скоростью до 10 километров в час и преодолевать расстояние свыше 96 километров без передышки. Но часто возвращается на сушу, чтобы поохотиться. Он вылез из воды, но я не знал, что ему пришло в голову, пока он плавал. Я подумал, что он, возможно, решил мне отомстить. Он подошел на расстоянии 70 метров к хижине и улегся в гальку мордой ко мне. Он начал за мной наблюдать. Точно так же они лежат у тюлених нор во время охоты на тюлени. По мнению доктора Овсянникова, белый медведь демонстрирует классическое охотничье поведение. Охотясь на тюлени, основное блюдо в своем рационе, белый медведь наблюдает за отдушиной во льду. Тюленин приходится выплывать на поверхность каждые 15 минут, но они часто меняют отдушины. Поэтому медведю иногда приходится ждать несколько дней, пока его жертва выплывет, чтобы вдохнуть воздух. Когда тюлени возвращаются на сушу, они часто прячутся в воздушных ямах между слоями снега. Но белый медведь может учуять запах своей жертвы на рассреда. Но встреча лицом к лицу с этой смертельно опасной змеей в дикой природе может иметь серьезные последствия. Это моноклевая кобра. Она обитает во многих районах большей части центральной и юго-восточной Азии, в том числе в лесах и на открытых пастбищах. Но ее также привлекают районы, заселенные людьми, где она охотится на грызунов, то есть она встречается в опасной близости от нас. Когда эта змея атакует, она впрыскивает сильнейший нейротоксичный яд, нескольких капель которого достаточно, чтобы убить жертву. Он парализует нервную систему, отключая мышцы, обеспечивающие работу легких, убивая жертву за несколько минут. А потом змея поглощает свою добычу. Почувствовав угрозу, змея предупреждает врага. Она делает это, разводя в стороны шейные ребра, вытягивая свободно свисающую кожу и демонстрируя свой знаменитый капюшон. Одно кольцо или монокль, похожее на глаз, который отпугивает врагов сзади. А увеличивающийся размер тела предотвращает фронтальные атаки, благодаря чему эта кобра одинаково эффективно действует и в обороне, и в нападении. А другие животные в Азии добывают себе пищу, используя иные стратегии. Они охотятся во многих районах континента и даже среди людей его населяющих. И их совсем не волнуют границы, установленные людьми. Встречи с этими животными могут быть смертельно опасными. Это одно из самых крупных плотоядных животных на Земле. Его длина может достигать более двух метров, а вес доходит до 540 килограммов. Этот зверь относится к тому же семейству, что и североамериканский медведь гризли и бурый медведь, обитающий на Аляске. Но в Азии он известен просто как бурый медведь. Он встречается во многих районах Центральной и Северной Азии в самых разных местах обитания, в том числе в лесах и на открытых полях. Ему удается выживать в таких разных ареалах обитания, потому что он по-настоящему всеяден. Он ест практически все, что угодно. Самый крупный однорогий носорог на планете. Поэтому его часто называют большим однорогим носорогом. Его рог состоит из волосообразных волокон, которые называются кератин. Они во многом похожи на вещество, из которого состоят наши ногти. Некоторые считают, что рог носорога обладает целебными качествами. Поверие в том числе из-за которого индийские носороги оказались на грани вымирания. Когда-то тысячи носорогов бродили по огромной территории на юге Азии. К началу 20 века в дикой природе осталось меньше 200 особей. Сегодня они в основном обитают на территории двух охраняемых заповедников в Непале и Индии. Это травоядное животное, которое питается слоновой травой, листьями и фруктами. Его верхняя губа закручивается вокруг растений и стеблей, срывая пищу и помещая ее в пасть. В день носорог съедает более 22 килограммов еды. Но в сезон засухи, когда запасов еды не хватает, носороги уходят из охраняемых парков и пожирают фермерские посевы. Уходя с охраняемой территории, носороги подвергают себя риску встретиться с браконьерами. Эти смотрители пытаются отогнать носорогов назад в парк, но они должны быть осторожными. Поведение носорогов может быть непредсказуемым и агрессивным. Борьба за право спариваться может быть еще более опасной для самих соперников. Они дерутся острыми, как бритва нижними клыками, длина которых достигает 8 сантиметров. Их битва может быть кровавой. Несмотря на опасные стычки носорогов друг с другом, а также столкновения с браконьерами, популяция индийских носорогов за последнее столетие увеличилась с 200 до 2000 особей. Под бдительным контролем вооруженных охранников парка это древнее животное продолжает существовать. Но из всех смертельно опасных животных Азии самым опасным является другой зверь. Когда я впервые увидел этого медведя, я понял, что с ним могут быть проблемы. У него был зверский уверенный в себе вид. Я увидел морду медведя. В Азии огромное количество самых опасных существ процветает рядом с поселениями людей. Но два вида животных борются за жизнь прямо по соседству с человеком. Это животное прячется в пресноводных озерах, реках и ручьях Азии и ищет свою следующую жертву. Это магер или болотный крокодил. Он обитает в Юго-Западной Азии, но самые большие популяции этих животных встречаются в Индии. На языке хинди слово магер означает водный монстр. От него и произошло название магер. Свою смертельно опасную репутацию и грозное имя он зарабатывал миллионы лет. Но этот водный монстр нередко проводит время на суше. Эта холоднокровная рептилия часто греется на солнышке с широко раскрытой пастью и кажется, что он зевает. Кровь под чешуей нагревается и циркулирует по организму, помогая болотному крокодилу удерживать постоянную температуру тела. Солнечное тепло также отпугивает надоедливых паразитов, таких, как эти пиявки. самую большую опасность этот гигантский хищник представляет в воде. Во время охоты болотный крокодил ждет у берега, не шевелясь. Иногда ожидание длится несколько часов. Лишь его глаза, уши и ноздри остаются над водой. Многим удается избежать смерти, перепрыгнув через территорию болотных крокодилов. Но другие, как эти, например, сумчатые барсуки, не столь удачливы. Когда болотный крокодил начинает атаку, он вцепляется в свою жертву похожими на тиски челюстями, усаженными почти семью десяти острыми зубами. Затем он тащит свою жертву к воде и удерживает ее там, пока она не утонет. В том числе бешенство и сальмонеллез. Количество макак, обитающих в городских районах, продолжает расти. Но атаки с воздуха не ограничиваются только нападениями банд непослушных обезьян. Это самое мелкое смертельно опасное животное Азии и вместе с тем гигант в мире насекомых. Самая крупная оса на планете азиатский гигантский шершень. По размеру его можно сравнить с колодой карт. Это самый ядовитый шершень в мире. Азиатский гигантский шершень может убить одним укусом. Жало длиной более чем полсантиметра впрыскивает сложную смесь из ферментов, которая разрушает ткань. Такой способностью обладают и другие осы. Особенностью азиатского гигантского шершня является нейротоксин, который отключает нервную систему. Аллергическая реакция может вызвать анафилактический шок и смерть. Колония азиатских гигантских шершней живет всего 6 месяцев в году, но за это время они успевают убить примерно 40 человек. Они обитают во многих районах Азии от Индии до Японии. Весной королева пробуждается от спячки и строит гнездо на сухом дереве или в яме в земле. Здесь она откладывает яйца, которые превратятся в рабочих или солдат улья. За несколько недель популяция улья увеличивается до нескольких тысяч особей. Все сестры служат своей королеве. Чтобы прокормить большой выводок королевы, эта рабочая особь вылетает на поиски добычи. Как и большинство ос, это плотоядные существа. Они пожирают других насекомых, например, таких хищных богомолов. Мощные нижние челюсти или клещи обезглавливают жертву. Но шершень убивает не для того, чтобы утолить собственный голод. Шершень пережевывает свою жертву в клейкую белковую массу, а потом приносит еду на близости от нас. Когда эта змея атакует, она впрыскивает сильнейший нейротоксичный яд, нескольких капель которого достаточно, чтобы убить жертву. Он парализует нервную систему, отключая мышцы, обеспечивающие работу легких, убивая жертву за несколько минут. А потом змея поглощает свою добычу. Почувствовав угрозу, змея предупреждает врага. Она делает это, разводя в стороны шейные ребра, вытягивая свободно свисающую кожу и демонстрируя свой знаменитый капюшон. Одно кольцо или монокль, похожее на глаз, которое отпугивает врагов сзади, а увеличивающиеся размер тела предотвращает фронтальные атаки, благодаря чему эта кобра одинаково эффективно действует и в обороне, и в нападении. А другие животные в Азии добывают себе пищу, используя иные стратегии. Они охотятся во многих районах континента и даже среди людей, населяющих. И их совсем не волнуют границы, установленные людьми. Встречи с этими животными могут быть смертельно опасными. Это одно из самых крупных плотоядных животных на Земле. Его длина может достигать более двух метров, а вес доходит до 540 килограммов. Этот зверь относится к тому же семейству, что и североамериканский медведь-гризли, и бурый медведь, обитающий на Аляске. Но в Азии он известен просто как бурый медведь. Он встречается во многих районах Центральной и Северной Азии, в самых разных местах обитания, в том числе в лесах и на открытых полях. Ему удается выживать в таких разных ареалах обитания, потому что он по-настоящему всеяден. Он ест практически все, что угодно. Своими 10-сантиметровыми когтями медведь роет землю, добывая корни насекомых и фрукты. Но кроме этого, бурые медведи копаются в отбросах, в поисках мяса, поглощая падаль и роясь в мусорных кучах рядом с поселениями людей. Но его рацион не ограничивается только собирательством. Бурые медведи хорошо умеют ловить рыбу. Это одна из самых длинных гадюк Азии. Иногда ее длина превышает 2 метра. И она может нанести укус расстояние метра, половины длины своего тела в мгновение ока. Но эта змея опасна не только из-за ее скорости. Между глазами и ноздрями у змеи расположены особые органы ямки, сенсорные рецепторы, улавливающие инфракрасное излучение или тепло, испускаемое теплокровными животными. Они в 100 раз более восприимчивы к теплу, чем кожа человека. Охотясь на добычу, хабу может нацеливаться на жертву температура тела, которой выше температуры окружающей среды. Даже в темноте эта змея может наносить смертельно опасные укусы. Длина ядовитых зубов гадюки достигает 27 миллиметров. Гемотоксичный яд вытекает из желез гадюки через полые ядовитые зубы, вызывая внутренние кровотечения. Яд может продолжать разрушать клетки крови спустя немалое время с момента укуса. Жертвы могут мучиться долгие годы. Иногда ампутация становится единственным способом остановить действие токсинов. из-за своего сильного яда и соседства с людьми Хабу одна из самых опасных змей в Азии. Однако и более мелкая змея может быть удивительно опасной. Это тигровый уш. Как правило длина этой змеи не превышает 60 сантиметров. Но небольшой размер она компенсирует токсичностью своего яда. Все ядовитые змеи впрыскивают яд через свои ядовитые зубы. Но эта змея может также выделять яд через особые железы. Ее часто можно встретить в Восточной Азии, где она охотится на лягушек и жаб на рисовых полях. Найти жертву просто. А вот убить ее задача посложнее. тигровые ужи обладают маленькими загнутыми назад ядовитыми зубами, длина которых меньше 7 миллиметров. Но в отличие от своих родственников с более крупными ядовитыми зубами, этим змеям непросто вонзать эти короткие кинжалы в тело жертвы. Прикрепившись к жертве, змея впрыскивает свой яд ей в тело через ядовитые зубы. гемотоксичный яд медленно проникает в кровоток, вызывая магер или болотный крокодил. Он обитает в Юго-Западной Азии, но самые большие популяции этих животных встречаются в Индии. На языке хинди слово магер означает водный монстр. От него и произошло название магер. Свою смертельно опасную репутацию и грозное имя он зарабатывал миллионы лет. Но этот водный монстр нередко проводит время на суше. Эта холоднокровная рептилия часто греется на солнышке с широко раскрытой пастью и кажется, что он зевает. Кровь под чешуей нагревается и циркулирует по организму, помогая болотному крокодилу удерживать постоянную температуру тела. Солнечное тепло также отпугивает надоедливых паразитов, таких, как эти пиявки. Самую большую опасность этот гигантский хищник представляет в воде. Во время охоты болотный крокодил ждет у берега, не шевелясь. Иногда ожидание длится несколько часов. Лишь его глаза, уши и ноздри остаются над водой. Многим удается избежать смерти, перепрыгнув через территорию болотных крокодилов. Но другие, как эти, например, сумчатые барсуки, не столь удачливы. Когда болотный крокодил начинает атаку, он вцепляется в свою жертву похожими на тиски челюстями усаженными почти семью десятью острыми зубами. Затем он тащит свою жертву к воде и удерживает ее там, пока она не утонет. Особый клапан у него на горле, небная занавеска, не дает воде попасть в легкие, пока крокодил убивает свою жертву. Но чтобы съесть свою жертву, болотный крокодил должен высунуть голову из воды. Длина крокодила может превышать четыре с половиной метра, а вес достигает пятиста килограммов. Это очень большое животное, и его жертвами могут стать кцы и начинают ревностно охранять свою территорию. Они собираются и дерутся за доминирование на территории. Челюсти и удары хвостом это непосредственная опасность. Этот крупный самец отвечает, поднимая голову и хвост из воды. Так он сигнализирует о своей готовности драться. Пуская пузыри и брызгая водой, крокодила демонстрирует свое господство. Последующая битва может быть кровавой, иногда даже смертельной. Но на этот раз проигравшему удалось спастись. Болотные крокодилы также сражаются за территорию с людьми. Строительством люди часто уничтожают ареал обитания крокодилов. Изменения русел рек и осушения водопоев ради полива посевных площадей вынуждают крокодилов искать новые источники воды. В сезон засухи они могут бродить в поисках несколько часов иногда даже дней. Если единственный доступный источник воды находится возле поселения людей, битва между болотными крокодилами и людьми может быть смертельно опасной. Но болотный крокодил не единственное доисторическое существо, борющееся за территорию. Тем же занят самый большой носорог Азии, индийский носорог. Это огромное существо весит более 1800 килограммов. Столько же весит полноприводный автомобиль. Но несмотря на свой вес, равный двум тоннам, он может бегать со скоростью до 45 километров в час. Это самый крупный однорогий носорог на планете. Поэтому его часто называют большим однорогим носорогом. его рог состоит из волосообразных волокон, которые называются кератин. Они во многом похожи на вещество, из которого состоят наши ногти. Некоторые считают, что рог носорога обладает целебными качествами. Поверие в том числе из-за которого индийские носороги оказались на грани вымирания. Когда-то тысячи носорогов бродили по огромной территории на юге Азии. К началу 20 века в дикой природе осталось меньше двухсот особей. Сегодня они но несмотря на свой вес равный двум тоннам он может бегать со скоростью до 45 километров в час. Это самый крупный однорогий носорог на планете. Поэтому его часто называют большим однорогим носорогом. Его рог состоит из волосообразных волокон которые называются кератин. Они во многом похожи на вещество из которого состоят наши ногти. Некоторые считают что рог носорога обладает целебными качествами. Поверие в том числе из-за которого индийские носороги оказались на грани вымирания. Когда-то тысячи носорогов бродили по огромной территории на юге Азии. к началу 20 века в дикой природе осталось меньше двухсот особей. Сегодня они в основном обитают на территории двух охраняемых заповедников в Непале и Индии. Это травоядное животное которое питается слоновой травой, листьями и фруктами. Его верхняя губа закручивается вокруг растений и стеблей срывая пищу и помещая ее в пасть. В день носорог съедает более 22 килограммов еды. Но в сезон засухи когда запасов еды не хватает носороги уходят из охраняемых парков и пожирают фермерские посевы. Уходя с охраняемой территории носороги подвергают себя риску встретиться с браконьерами. Эти смотрители пытаются отогнать носорогов назад в парк, но они должны быть осторожными. Поведение носорогов может быть непредсказуемым и агрессивным. Борьба за право спариваться может быть еще более опасной для самих соперников. Они дерутся острыми, как бритва нижними клыками, длина которых достигает 8 сантиметров. Их битва может быть кровавой. Несмотря на опасные стычки носорогов друг с другом, а также столкновения с браконьерами, популяция индийских носорогов за последнее столетие увеличилась с 200 до 2000 особей. под бдительным контролем вооруженных охранников парка это древнее животное продолжает существовать. Но из всех смертельно опасных животных Азии самым опасным является другой зверь. Когда я впервые увидел этого медведя, я понял, что с ним